Доброе утро, зрители StopGame.ru! Вы смотрите Инфакт? Никогда не думал, что доживу до этого момента, но, похоже, мы действительно увидим ремейк System Shock. Больше переносить его не станут, разработчики объявили, что игра ушла на золото. А значит, появится она ровно в срок. 30 мая в 18.00 по MSK в Steam, Epic Games Store и GOG. Версии для PlayStation и Xbox тоже будут, но когда-то потом. И вот хотелось бы ещё вдогонку щепотку новостей о System Shock 3 подогнать, но там всё, к сожалению, глухо. Трепещите! Турецкие аккаунты Steam. Бандай Намка решила на досуге поковыряться в магазинчике Valve и внезапно обнаружила, что Elden Ring, Tekken 7, Little Nightmares 2 и другие игры Намчиков что-то как-то подозрительно дёшево стоят в лирах. Беспредел! Shut up и гоните нам свои мани! В общем, ценники неслабо так подскочили, в некоторых случаях аж в 4 раза. К примеру, как вам такое, Little Nightmares 2 раньше стоило 149 лир, теперь за неё требуют 449 лир. А за Tekken 7 вместо 119 лир – 599 лир. Пока что повышение цен коснулось только Турции, российскую же и казахстанскую валюты трогать не стали. Сколько десятилетий существует игровая индустрия, а разработчики не перестают удивлять, создавая невероятные миры, в которых хочется жить. Но благодаря кому красота этих миров приковывает к себе сердца игроков? Благодаря 3D-художникам. Они наделяют плоские картинки объёмом, заставляют их оживать, двигаться, дышать. И если вы задумывались над тем, чтобы получить эту профессию, вам отлично подойдёт курс 3D-художник от крупнейшей онлайн-школы дизайна Contended. На нём вы с нуля научитесь работать с программами Cinema 4D, Blender и Maya, создавать уникальные 3D-модели предметов и техники с реалистичными текстурами, моделировать и анимировать персонажей и делать 3D-ролики для рекламы и презентаций. На протяжении всего пути вас будут поддерживать эксперты, чьи работы создавались для крупнейших брендов, таких как PepsiCo, VK Group, Tinkoff и других. Обучение на 80% состоит из практических занятий, в том числе реальных задач от дизайн-студий и IT-компаний, так что по завершению курса вы сможете спокойно получить графу в резюме с опытом. А составить резюме и подготовиться к собеседованиям вам поможет карьерный центр. По итогу вы получите знания и навыки, востребованные в IT-сфере, играх, кино, рекламе и других индустриях, а также качественное портфолио, 10 работ и более 200 часов опыта за 15 месяцев обучения. И записаться в летний период – это лучшее решение. Если бы вы начали учиться уже в прошлом мае, то сейчас уже купили бы своё обучение и стали полноценно зарабатывать на проектах. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране, регистрируйтесь на курс с промокодом INFACT, дарующим скидку в 45% на все тарифы обучения, и создавайте собственные миры. Создатели приключенческой головоломки Дардонь назвали дату, когда рисованный акварелькой мир приоткроет для игроков свои врата. Случится это 13 июня. Как следует из названия, мы посетим французский регион Дардонь. Играя за 32-летнюю Мими, нам предстоит расшифровать оставленные в записках бабушки загадки, дабы героиня вспомнила, как же это здорово проживать в Аквитании. Для этого необходимо решать всевозможные задачки, собирать фотокарточки, звуки, слова и предметы, а после заносить их в наш дневник. События одновременно протекают в прошлом и настоящем, и управлять мы будем соответственно Мими-современной и Мими-десятилетней. Дардонь будет доступна на ПК, Плейстейшн, Иксбокс и Нинтендо Свитч. Издательство Atari и студия Graphite Lab анонсировали платформер старой школы Mr. Run and Jump. Мистер Прыгскок отправляется в путешествие по мирам цвета, чтобы одолеть бездну и спасти своего пса по кличке Рывок. Чувствуете запах олдскула? Перед нами линейный платформер с полосами препятствий, разделёнными на десятки уровней в нескольких разнообразных мирах. В то время как все прочие обещают нам рейтрейсинги, уникальный геймплей и новое слово в жанре, создатели Mr. Run and Jump говорят, а у нас вот будет отзывчивое управление, плавный геймплей и простой левел-дизайн. Игра будет доступна на ПК, PlayStation, Xbox, Switch и Atari VCS. А вот команда Cut2Bits, состоящая из ветеранов-разработчиков Bioshock Infinite, Grand Theft Auto 4 и Assassin's Creed 4 Black Flag, намереваются подарить нам метроидванию Venture to the Vile. Некая противная субстанция под названием «мерзость» поглотила безымянный викторианский город. Всё, чего касается эта пакость, превращается в жуткое нечто. Не обошла стороной зараза и нашего главного героя, однако в нём ещё остаются силы, чтобы спасти местных жителей и свою подругу. Чем, полагаю, мы и будем в игре заниматься? Среди особенностей авторы выделяют динамичный мир игры. Все задания, улучшения и враги будут видоизменяться в зависимости от времени суток и погоды. Venture to the Vile выйдет в релиз в следующем году. Среди платформ назван пока только Steam. Представьте себя обычным среднестатистическим провинциальным гражданином 19 века. Однажды вы просыпаетесь у себя в деревне и понимаете, что местные открыли на вас охоту, просто потому что ваши предки успели в своё время где-то там чё-то накуролесить. Что они сделали? Как это связано с вами? На эти вопросы придётся искать ответы в игре Shame Legacy, геймплейный трейлер которой на днях выкатили разработчики. Избегать охотников за вашим дымоходом придётся прячась и убегая, но иногда можно будет взять в руки палку и надавать им по жопе. А ещё она пригодится при решении головоломок. Shame Legacy выйдет 30 мая на ПК, PlayStation и Xbox, без перевода на русский язык. Создатели Daymar 1998 поделились, когда фанатам ждать приквел. Daymar 1994 Sandcastle выйдет 30 августа на ПК, PlayStation и Xbox. Точно так же это будет экшен в духе 90-х. Нам обещают пугающе умных и агрессивных врагов, обновлённый интерфейс, пространственные головоломки, новое замораживающее оружие и сканер, позволяющий обнаружить скрытые предметы и загадки. Демо-версия станет доступна уже завтра, 11 мая. Если у вас кулаки так и чешутся набить лицо какому-нибудь персонажу Street Fighter 6, ну, почешите ещё немного. 19 мая стартует открытое бета-тестирование на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Оно продлится до 22 мая и будет включать в себя 8 бойцов, создание собственного героя, 6 арен, рейтинговые и казуальные матчи, открытые турниры, тренировочный полигон, фоторежим, кросс-плей и прочие штуки, правда не более того, что уже было в закрытой декабрьской бете. Системные требования к майской бетке можно глянуть по ссылке в описании. Сама же Street Fighter 6 выйдет 2 июня на ПК, 4 и 5 PlayStation и Xbox Series. Своё первое DLC обрёл прошлогодний перезапуск Saints Row. Аддон получил название The Haste and the Hazardous. Одновременно с ним на игру накатили обновление, которое бесплатно открыло игрокам доступ к новому району Sunshine Springs со своими магазинами и городскими активностями. Но лишь отвалившие бабла за дополнение получат здесь также и новые сюжетные миссии на одного и двух игроков. Кроме того, DLC навалило кучу новых костюмов, новые дизайны для Wings Uta, пачку эмоций, несколько наклеек для транспорта, штаб-квартиру в Sunshine Springs, новые испытания для того же Wings Uta, всяких штук по мелочи и придавило сверху всё это дело вертолётом. А халявщикам достанется только улучшенная боёвка, правки багов и фоторежим. Пользователь под ником Eric194, ранее трудившийся над портом Doom RPG на ПК, ныне работает над новым проектом — ПК-версией второй Doom RPG, пошаговым шутерам от первого лица, вышедшим в 2009 на Java. Игру собрали методом обратного инжиниринга с применением SDL2 и OpenAL. Для запуска понадобятся оригинальные файлы игры, а их придётся своими ручками посёрчить в интернетах, а ещё самостоятельно установить OpenAL. Инструкция есть на сайте Doom World, вместе с набором читов для игры. Порт поддерживает сенсорные экраны и контроллеры Xbox и PlayStation. И на сегодня это всё. За добавкой прошу на наш сайт. Там же вас дожидается свежий выпуск спидрана в деталях, в котором Дмитрий Бурдуков объясняет, как пройти Deus Ex Mankind Divided всего за полчаса. И залетайте вечерком на стрим «Битвы за Средиземье» на нашем Twitch-канале. Напоминаю, что ссылка на курс 3D-художник находится в описании под видео. Отличного вам настроения и хорошего дня!